39 человек, получивших травмы и 91 смертельный случай, такова печальная статистика травматизма на железнодорожных путях за 2017 год. Зафиксированы ли подобные случаи в первом квартале 2018-го и что делать, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, нам рассказал исполняющий обязанности Московско-Рязанского транспортного прокурора Вадим Горьковых. Платить не буду, перебегу. Наверное, таким выражением пользуются те, кто подвергает свою жизнь опасности, переходя не там, где положено, по железнодорожным путям. Но в этом случае плата жизнью намного выше тех рублей, которые не захотелось отдавать. За первый квартал 2018-го года в Люберецком округе из-за таких необдуманных поступков пострадали три человека, а 39 погибли. К сожалению, эта проблематика связана в первую очередь с поведением граждан на железной дороге. Несмотря на то, что достаточно большое уделяется внимание как непосредственно стороны правоохранительных органов, прокуратуры, так и работниками РЖД в первую очередь, тем не менее, все равно граждане, очевидно, не желая оплачивать свой проезд, ставят в опасность своей жизни здоровье. Так, в прошлом году к административной ответственности за переход в неположенном месте было привлечено более 1200 человек. В этом уже более 300. По словам Вадима Горьковых, в основном рискуют своей жизнью мужчины. К счастью, не все разделяют такое отношение к собственной жизни. Сами себя люди не берегут и также и другим пример подают. Как, например, вот эти две женщины, которых не пугает даже приближение электрички. Именно из-за таких необдуманных поступков статистика гибели и травматизма на железнодорожных путях, к сожалению, не меняется. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий. Субтитры создавал DimaTorzok